Спасибо, уважаемые коллеги и друзья. Немного продолжу тему Сергея. Все-таки искусственный интеллект генерирует то, что сегодня есть в интернете. И берет те документы, в том числе юридические документы, которые есть в интернете. Поэтому, чтобы сфальсифицировать историю, интернет должен как раз наполниться документами, которые эту историю будут фальсифицировать. И тогда путь фальсификации пойдет. Потому что пока никто не оспаривает, что Рюрик и Олег в 1862 году пришли в Старую Ладугу, отсюда пошла династия Рюриковича. Но уже искусственный интеллект спорит, кто был Рюрик на самом деле. Но это к этой теме не относится. Ведь если мы говорим как раз о юридическом форуме, вот как раз возможность защиты истории, она лежит и в юридической плоскости. И в том числе о фундаментальных вещах, которые позволяют сохранить историю. Почему я это хочу ввязать, я сейчас чуть ниже скажу. Вот смотрите, наверное не случайно для нас, для ленинградцев, история фашизма, нацизма, она очень такая близкая тема. Она очень тревожная, очень больная, очень трагическая. Фашист пришел к нам, а мы именно так называем, мы не говорим ни немцы, ни войска, так сказать, союзной Германии. У нас так говорится. Фашист пришел к нам 8 июля 41 года под лугу. И наскоро собранное ополчение должно было продержаться неделю, чтобы Ленинград подготовить к обороне. Они продержались 41 день. Это студенты, рабочие, интеллигенция. Потерей до 80% в действующих частей народного ополчения. А последних фашистов выбили с острова Гогланд 8 августа 44 года, когда наши войска уже вышли на границу с Польшей и так далее. И, конечно, блокада Ленинграда, оборона Ленинграда, Ленинградская битва, это как раз трагическая история. И вот я считаю, что был выбран очень правильный путь противопоставить факты фальсификации, это провести судебные процессы, реальные судебные процессы по факту геноцида, фашизма, во всех его страшных проявлениях на территории Ленинграда, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Прошли два суда. Вы знаете, и Петербургский суд, и Ленинградский суд провели судебное заседание, причем это неформально было. Я сам участвовал, помогал организовывать, мы привозили свидетелей, это ветеранов, тех людей пожилых, кто проживал на территории Ленинградской области в то время. Это приходили волонтеры, привозили исторические документы, мы производили параллельно раскопки. И хочу сказать, Владимир Александрович это знает, параллельно, когда шло заседание Ленинградского областного суда в Гачине, в парке Сильвия, обнаружили новое захоронение людей, мирных жителей, потому что там не было никого ни в военной форме, в основном, если молодые люди были в форме ремесленного училища, пожилые люди, женщины, дети, которых расстреляли и закопали в парке. Это вот было обнаружено только во время судебного заседания. А в целом только по Гачинскому району 80 конституционных лагерей было во время оккупации, во время блокады Ленинграда. 80 конституционных лагерей. Владимир Александрович знает страшную историю одного концлагеря, который назывался детский дом, где держали детей под варицей только с одной целью. Выкачивали кровь для солдат вермахта. А когда ребенок обессилел, его даже, извините, не убивали. Его просто выталкивали за пределы детского дома, и он умирал уже на улице, в соседних подвалах, домах и так далее, прячась от холода, так сказать, пытаясь спастись от голода. И вот это все легло в документы, которые доказали факт геноцида советского народа, ленинградского народа в годы Великой Отечественной войны. И вот факт геноцида нельзя утавить. Но помимо судебных решений, нужны еще и фундаментальные решения так, чтобы, знаете, вот как гвоздь вбить, поставить точку. И хочу сказать огромное спасибо русскому военно-историческому обществу, русскому российскому историческому обществу, которые представили проект президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. И Владимир Владимирович принял решение построить памятник геноциду, памяти жертвам геноцида в годы Великой Отечественной войны всем россиянам, да не только россиянам, а всем, кто стал жертвой геноцида. Очень символичный памятник женщины, которая пытается, обняв, спасти двух своих малолетних детей. И вот этот страх, боль и в то же время материнская любовь через памятник просматривается. Он будет установлен как раз в Гатчинском районе, недалеко от аэропорта Пулково. Местечко называется Доний Верево, где тоже был контроляционный лагерь. На 43 метра композиции мы хотим успеть, Владимир Владимирович это знает, потому что он контролирует процесс, открыть памятник как раз к 80-летию полного снятия блокады Ленинграда. Мне кажется, это будет такой символичный знак. И вот моя позиция, мое мнение, это, конечно же, когда мы говорим о борьбе с фальшификацией истории, когда мы говорим о том, что мы хотим иметь историческую правду, это принимать не только политические решения, это принимать последовательную цепочку решений, которые будут очень четко расставлять понятия правды. Это судебные решения, от судебного решения никуда не уйдешь, там факты, документы, хроника, живые свидетели страшных событий. Это, конечно же, книги, это, конечно же, наполнение и Википедии, и всех страниц вот этой правды. И, конечно же, памятники. Вот где-то сносят памятники, а мы, наоборот, будем их ставить, чтобы напоминать о том, что происходило в страшные годы Ленинградской битвы. Как мы сделали принципиально, когда снесли памятник танку, тому танку Т-34, который освобождал Нарву, где полегло при освобождении Ивангорода и Нарвы 100 тысяч советских солдат. Кстати, там были и эстонцы, и украинцы, и белорусы, и казахи, и киргизы. А мы ровно через две недели, после того, как снесли памятник, такой же памятник поставили на Ивангородской территории. И они нам не отдали танка. Они даже не отдали нам табличку на русском и эстонском языке, историческую табличку, что этот танк именно установлен как факт освобождения Нарвы. Мы воспроизвели эту табличку и на русском, и на эстонском языке, потому что это историческая правда. И мне кажется, вот такие последние шаги, они должны быть. Они должны быть в комплексе, а не только отдельные действия. Спасибо.